Пунктуальнее школьников, которые спешат на урок, в среду были только сотрудники госавтоинспекции. У 21-го лицея с утра пораньше они организовали массовую проверку водителей, направленную на выявление нарушений правил перевозки маленьких пассажиров. А вы знали, что у нас сегодня будет массовая проверка? Не знали? То есть всегда перевозите в кресле, да, ребенка? В данную школу привезли, да? Так, держите. Останавливали всех без исключения и смотрели, есть ли детские кресла или удерживающие устройства, или же нет. Нарушителям штраф в 3000 рублей. Стоит отметить, что на территории города Иванова с сотрудниками отдельного батальона ГИБДД с 1 января по сегодняшний день выявлено 651 правонарушения, связанное с перевозкой детей без специальных детских удерживающих устройств. Также стоит отметить положительную тенденцию по сравнению с прошлым годом. Число таких правонарушений уменьшилось примерно на 200. И если к правилам перевозки детей и массовыми акциями, штрафами и рейдами дорожные полицейские автолюбители почти приучили, то к тому, как переходить дорогу без нарушений, совсем нет. У 21-го лицея проезжая часть односторонняя, узкая, поэтому в тропях родители высаживают школьников прямо на дороге. Те, не доходя до зебры, перебегают, маневрируя в потоке. А почему до пешеходного-то не дошли? Это же мы опаздываем. Я понимаю, опаздываете. Глядите, сколько машин здесь ездит, да? Когда загружена улица, вы уходите из остающего транспортного средства, да, прямо под другой автомобиль, да? Он же вас пропустил, специально остановился, да? Да. А если бы не остановился? Значит, пошли, вы на пешеходный переход. Ну-ка, почему не пошли-то? Детей инспекторы пугают опасностями такого перехода и предупреждают, в следующий раз обязательно оштрафуют. Хотя с несовершеннолетних спрос небольшой. Вся ответственность на их родителях. Самый яркий, самый положительный пример всегда для ребенка будет его родители. Не сотрудники ГИБДД учат нарушать, не воспитатели в детских садиках, не учителя в школах, а именно личный пример родителей, так сказать, закладывает основу дальнейшей жизни ребенка. В ходе массовой проверки сотрудники дорожной полиции выявляли и другие нарушения ПДД. За несколько часов у 21-го лицея были пойманы два непристегнутых ремнями безопасности водителя, один любитель тонировки, автовладелец, не предоставивший преимущества пешеходу, и пять должников, просрочивших оплату штрафов. Всех наказали. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.